Всем привет! Меня зовут Артур Бахиров. И здесь с вами Анатолий Кузнецов. И это довольно-таки неровненький, но все-таки запуск четвертого выпуска подкаста Криата Каст. Мы шутим здесь про игровую индустрию, про интересных и не очень геймдизайнеров, о том, какие они делают гениальные и не очень гениальные игры. Бурятские и не бурятские. Бурятские и не бурятские. Пока, правда, будут только бурятские. Но в этом выпуске мы исправимся. Впервые расскажем о качественных и не очень не бурятских играх, которые мы с радостью пройдемся по их косточкам. Но, конечно же, первым на очереди будет наш любимый японский игрострой. И самая японская компания из всех, которые только есть на рынке. И эта компания... Nintendo. Собственно, никто не секрет. Я, в принципе, уже несколько выпусков подряд говорю о том, что Nintendo Switch это хорошая консоль, это отличная консоль для путешествий, если у вас длинные поездки, если вы сидите в московском метро, и у вас просто ломка от того, что вы не можете во что-то поиграть. И у вас очень крепкая хватка. Ну, как-то так, да. И, собственно, если вы, конечно же, не можете жить без Марьева. И, собственно, мы начинаем этот выпуск именно с нового Марьева, который сейчас выходит на этих днях. Сегодня. Сегодня выходит новая Марьева. Ну да, сегодня вообще убойный день, потому что все игры, практически все, которые мы будем сегодня обсуждать, не выходят сегодня. Так что сегодня... Это три Марьева. Это день Марьева, день... Ну и к остальной игре, я чувствую, мы еще до них дойдем. Но вот вопрос, кто же выиграет в этом трееборстве, которое сегодня произойдет? Выиграет Metal Gear Survive. Metal Gear Survive выиграет, но не сегодня, по крайней мере. Потому что он выходит 25 февраля 2018 года. Но Metal Gear Survive родился выигрышным. Там уже как бы все, карт-планш полный. Я не могу не задать тебе этот вопрос. Он очень личный. Мы в него будем партнериться? Я не уверен, мы будем ли в него вообще. По крайней мере, я не могу тебе сказать, буду ли я в него вообще. Он еще на ПК будет выходить или нет? Будет, будет. Мы уверены, что будет. Ну там же онлайн вроде бы. Именно чисто онлайн вообще. Чисто онлайновый, да, да. Понимаешь, что прикол? Я думаю, что вот он выйдет, все его заплюет. Потом он будет на распродаже очень дешевый, летний. И можно будет как раз по дешману за сотку взять. Да не, я тебе... Я думаю, знаешь, что будет. Что будет максимум 10 тысяч человек в него в первую неделю. И потом, в принципе, все. А, то есть уже весной можно будет за сотку? Я думаю, да. И будем мы там с тобой вдвоем во всем этом непочатом онлайн бегать. А там же ты думал, что там целый онлайновый мир нужен в теории бег? Кажется, что-то такое не обещали, я не уверен. А я думал, что на четырех-четырех человек... То есть там просто инстанции, как типа Left of Dead играем? Да, да. Ну, может быть, я не знаю. Я не слежу за Сурвайвом. Это как бы... Мне достаточно в моей жизни зомбей. Кстати, говоря о зомблях. Марио! Да, да. Мы возвращаемся к нашей зомби-пати. Марио... В общем, Супер Марио Галакси это действительно большой такой... Который... Одисси! Галакси! Господи, да. Я откопал труп старой Марио. В общем, да. Супер Марио Одисси это такой большой систем-селлер, который должен привнести Nintendo Switch на еще большее число, не знаю, американских семей там, да, которые просто видят свою жизнь без очередного Марио, естественно, японских семей. В принципе, Nintendo Switch отлично продается по всему миру. Им просто не хватало больших 3-плеи проектов. Была Зельда, и все. Ну да, больше, в принципе, кроме Зельды я ничего тоже придумать не могу, чтобы именно двигала консоль, как бы именно ее продавала. Но вот сейчас вот как раз Марио будет занимать эту роль тоже, что, в принципе, для Nintendo довольно стандартная позиция у них всегда. Марио, Зельда. Ну вот давай скажем честно, да, я человек, который играл в Марио, не сильно, опять же, в детстве только, да, я никогда не фанател дико от, господи, я даже не знаю, это Супер Марио просто обычный был, да? А который на Денде был, был Супер Марио? Да, который на Денде. Я не играл в этот Супер Материо Бросс, я не играл почему-то. Почему-то вроде как про него много говорят, особенно там на Западе, но почему-то вот у меня как-то не попадался, если ты в друзей не попадался, я не знаю, почему так и было. В общем, я в него не играл, я читал про него где-то, я играл только в обычный Супер Марио. Не цепляет, господи, он такой, ну, такой. Я видел всегда вот эти, условно, продолжения, да, они оставались теми же, в принципе, двухмерными платформами, раземнялись уровни, там их наполнение, контент, суть оставалась прежней, я увидел его переход в 3D-перспективу, он стал 3D-платформером, и, давайте скажем честно, я ненавижу 3D-платформерами времен первой PlayStation. Ужаснейшая камера, вот эти, плохая 3D-графика, вообще, геймдизайн того времени, и 3D-платформеры того времени, ну, это просто жуть. Вот у вас, может быть, ужасная, там, классная ностальгия, там, ой, я обожаю спайра, там, да, что-то вроде этого, боже мой, ну, скажи честно, это Параша, это дерево был собачий. На самом деле, вот я, я, я плохо помню Крэша, ну, вроде Крэш, потому что он любит... В Крэше просто нет проблемы, в Крэше просто нет проблем и камеры, там камера всегда висела, в принципе, в одном месте. Да, он работал как раннер современный. Типа того, да, можно так сказать, наверное. И поэтому у него проблемы камеры не было, ее нафиг не нужно было двигать, потому что ты просто бежишь вперед, все, все хорошо. Крэш, там еще были боковые секции, где я просто, как бы, игра в двухмерную превращалась на время. Ну, это 2.5D такое отличное, но ведь именно поэтому Крэш хорошо зашел. У них не было проблемы дерьмового управления. А все остальное, это, мягко сказать, было Параши. И Марио страдал все тем же самым, наверное, все это же время. И даже о поселении, там, Galaxy Sunshine, если я правильно понимаю, у них были те же самые проблемы. Ну, как тебе сказать, просто ты сейчас судишь с позиции такого модного пацана в 2017 году, который не застал... С подворотами на вейпе, на гироскутере, сейчас его парни приведут, только извините. Ну, все, да. Идея в том, что просто, что ты не застал того времени, когда Марио 64, первый трехмерный Марио, был революцией. Потому что для тебя вот как бы понятно, да, трехмерная игра, значит, она должна с аналогового стика управляться. Ну, почему же? Первая моя 3D-игра была, знаешь, какая? Не, я имею в виду сейчас, современная, да? Ну, конечно, разумеется, потому что, ну, я вот честно скажу, я тебе снова рассказываю, Medal of Honor, первый PlayStation, я дико ору с этого управления и говорю, консоли мертвы, только ПК Гейминг only and forever. Я понимал, что он будет работать в гонках и файтингах, но даже платформеры мне казались они мертвы в то время. Я не мог представить себе этого. И пока не появился поколение 360 и стики, я считал, что это так оно и есть. Но стики были и до этого. В частности, первый стик. Нормальный стики. На популярных, на популярных консолях нормальный стик, первый, относительно нормальный, не будем сильно лукавить здесь, был как раз на Nintendo 64. Nintendo, собственно, в то время и двигало про то, что 3D это будущее, 3D это сила. Из-за этого Sony очень сильно западная перепугалась и как бы сказала, а мы теперь двухмерные игры тоже выпускать вообще не будем. Ну, в смысле не теперь, а вот мы как новичок, мы трехмерные игры вообще не будем выпускать, потому что вот Nintendo говно, вот мы молодцы. И там Sega, как динозавры, в основном двумерные игры выпускали, дальше продолжали делать, что они обычно делают. А мне нравится Vector Man. Люблю. Ну, Vector Man, он все равно двумерный. Ну, он премендерный, но он двумерный. Я люблю Sega, я люблю Sega, честно, как-то всей душой своей. Притом, что Sonic это параша, но... Ты хоть что-нибудь про Сатурн, знаешь? Это параша. Ну, вот это та же самая просто эпоха, где Sega... Зато Panzer Dragoon. Panzer Dragoon, не спорю. Но Sega выпустила консоль, на которой, по сути, был генезисовский мегадрайбовский шестикнопочный контроллер заново. Когда вот 3D у тебя рядом совсем. И Sony хотя бы быстро пере... А мертвым либо хорошо, либо ничего. Ну, они потом... Давай мы не будем Марио. Возвращаемся, потому что наше переобувание в прошлом выпуске, позапрошлом выпуске, я помню хорошо, это было не очень с точки зрения нарезания потом этого того, что я... Окей. Марио. Марио 64 это вот была революционная для 96-го года игра, потому что в 96-м году, если бы ты вот был, так скажем, таким же пацаном, каким ты был сейчас, у тебя были бы опции пойти и поиграть, я не знаю, там, в квачену первую, да? И вот Марио. Вот ты сейчас вот зря сказал, знаешь, обожаю первый Квейк, прям всеми фибрами души, я ненавижу второй Квейк, и я еще больше ненавижу Квейк третий. Сейчас мне должны все просто пацаны с района набежать и сбить ногами. Я не люблю мультиплеерный дисмач аренового, аренового типа вот этого, потому что я всегда, ну, я человек, который любит сингл по большей части. Давай даже так скажу. Есть исключение. Не то, что у тебя даже Квейк есть, а вот, скажем, опции, да, в 3D, да, которые есть вообще на рынке, условно говоря, это не все опции, которые есть, но вот тебе, скажем, Crash Bandicoot, Mario 64, The Quake и Duke Nukem 3D. То есть, условно... Квейк, первый Квейк пойду. Первый Квейк, да, но условно вот это, как бы говоря, направление, по которым будущее могло пойти, и оно в каком-то смысле и пошло по ним всем, кроме Duke Nukem'a. Duke Nukem оказался не тем, что на добром народу, все выбрали Квейк. Проблема в том, что Duke Nukem... Потому что это все-таки все понимали, что это псевдон 3D и это не уж... Не, тогда были серьезные и очень длинные хулеворы по поводу того, что вот Duke это сила, вот ваш Квейк это параша какая-то там тесно, там максимум четыре врага на экране, что за бред, идиотизм, говно. Слушай, серьезно? Максимум четыре врага? Не, не четыре врага, больше, но в том, что технические полигоны не позволяли того времени засунуть много врагов, и поэтому Квейк гораздо теснее, чем Doom или, скажем, Duke, опять же. Может поэтому мне он нравится врагов немного, я отстреливаю их по-быстренькому. Ну и он коридорный, он более коридорный, чем... Ну он такой мрачный, слушай, рыцарь все дела. Ну, этот Блаз был мрачный, он такой более дешевый, конечно, но... Он был пугающий, я вот не знаю почему, я понимаю, что Квейк, он в целом вот этой стилистике того, что он какой-то такой мрачный и пугающий отчасти, он соответствует, но в то же время я смотрю на все вот это с таким вау, классно, хочу еще, я перепроходил два раза игру, я хочу еще. Ну ты забываешь еще тот факт, что для того, чтобы у тебя Квейк был и шел в каком-то более-менее играбельном состоянии, тебе нужно был хороший ПК на то время, в 96-м, если ты хотел в Квейк поиграть. Тебе нужно был топовый ПК. Я, как я появился в 99-м, и мне уже был Квейк 2 без тормозов, не надо. Ну вот, видишь, тут такая ситуация. Или у тебя была альтернатива взять, купить консоль гораздо дешевле и на ней гонять в Мариво, в Мариво. А Nintendo была самой доступной консолью на то время, или ты не знаешь? PlayStation была дешевле. Ну, поэтому она и победила, я думаю, в этом схватке. Ну, PlayStation, во-первых, раньше всего появилась, вернее, она появилась в одно время с Сатурном практически, ну там как бы... Нет, я правильно понимаю, что, в принципе, просто поскольку Nintendo именно задал тот вектор развития 3D, и Mario 64, получается, осталась в памяти людей. Да, можно так сказать. Mario 64, то есть 3D в таком виде существует, в каком оно сейчас, во многом, ну, я не могу сказать на сколько, да, это не такая наука, где можно цифрами все измерить, но во многом это действительно мы обязаны как раз Mario 64. Mario 64 именно доказал, что 3D может быть быстрым, веселым, интересным, а не просто про FS. То есть, были игры в 3D и до дума, были... Ultima Underworld вышла до дума, но, блин, в Ultima играть это сейчас, например, люди не смогут бы такое осилить в Ultima Underworld первую. Современный человек бы плевался, если бы Ultima Underworld показали, управление по всей клавиатуре разбросано, W бежит вперед, S идет вперед, X идет назад, A и D тебя крутит, Q и E стрейфит. Знаешь, это напоминает мне управление в MechWarrior. Ну, там практически так же, только в MechWarrior ты мехом управляешь, а в Ultima Underworld человеком. Человеком. Ладно, давай, окей. А в Mario 64 прошел и после этого, да. В Mario 64 зато, да, ты стик отклонил и Mario идиот. Ты стик наклонил на всю скорость, он бежит радостно со скоростью большой. То есть, реально тут факт, что просто управление там настолько впереди шло всего того, что было до этого, и за счет только этого можно было бы уже сказать, что вот Mario, он лучше, ну, он заслужил как бы. Он заслужил того, чтобы его выпускали. Стоп, стоп, стоп. Окей. Resident Evil привнес новации в жанр хоррора, Resident Evil 4 привнес вид боковой стрельбы, но это не делает Umbrella Cops отличным сетевым шутером. Объясним, почему Super Mario, господи, Odyssey, вдруг должен быть отличной игрой, почему я должен отдавать за нее свои кровные... Почему, собственно, вообще она имеет шанс на жизнь, почему я должен в нее играть. Потому что пока вот я вижу, что это просто жирный водопроводчик в реальном мире и, не знаю, для меня это просто какая-то дичь, мягко сказать, да. Ну, тяжело тебе объяснить. Шапка еще с глазами. Шапка с глазами, да. Шапка может позволять тебе вселяться в разных людей и нелюдей. Это тяжело объяснить, как, например, почему весело ходить на концерты, например. Ну, потому что там есть слэм, пивасик, друзья, там, любому концерт Валентина Стырыкала будет, я буду петь песню, ну, там, знаете, все решено, мама, я, папа, я. Ну, просто тут тяжело объяснить, почему, скажем, тот факт, что игра управляется очень натурально и отлично, и ты можешь исследовать количество там миров какое-то определенное. Ну, стой, ну, серьезно, ты опять все к слову к управлению у нас в 2017, нет, в 2К17, все управление почти хорошее. Нет игр, которые управляются плохо, если это только не игры, вот, ну. Я просто тебе хочу... Если это не Эликс, конечно, давай, так. Я просто хочу, чтобы ты помнил про то, что вот у нас какая следующая игра будет, в какой она серии следующая. Я вот не уверен просто, что ты играл в какие-нибудь из этих игр, которые мы будем обсуждать сейчас скоро уже, потому что я думаю, про Марио нам говорили именно не о чем, но... И я играл. Играл. Играл, да? Ну, и ты помнишь, каково там было порой скоммуницировать, что ты именно хочешь, чтобы твой персонаж сделал. Ну, я объясню. Ладно, хорошо, то есть нам надо переходить к следующей игре, получается, чтобы это объяснить? Не, ну, я не знаю, как просто пересказать тебе, почему Марио пановый. Вот как... Давай... Как объяснить, почему Паный пановый? Давай перейдем, давай перейдем к следующей игре. И после этого, соответственно, обратно вернемся к Марио. Следующая игра, которая выходит в эту пятницу, это Assassin's Creed Origins, или как мы его называем, Oranges, то есть просто Ассасин Апельсин. Ну, в общем, да, это очередные похождения этого убийцы, которому дали немножко похолодить один год, потому что всех Ubisoft уже достал. Вместо этого начали мусолить Майкла Фассбендера в фильме. Ну, он что-то не прошел свое вот это, видимо... Ну, не вышло. Не вышло. Не зашло, все сказали, что в фильме это так себе. И... Не знаю, вот все сказали, что Unity это полная параша, а Синдикет типа ОК, но... Знаешь, самое смешное, что я вообще не понимаю этот хайп-трейн того, что каждый год кто-то играл в Assassin's Creed. Я вот честно, я не играл... Вот давайте сказать так, если ты меня хочешь спросить, типа, играл ли я нормальный в Assassin's Creed, я скажу нет. Ни в одну часть не играл. Не просто нормально не играл, а в смысле я вообще не играл ни в одну часть, кроме первой. Первую часть я поиграл довольно... Самая первая я играл. Ну ты играешь, самая первая я поиграл в нее. И там парашные управления, там просто ужасные управления, невозможно управлять. Я поиграл в нее где-то минут сорок. Я не мог нормальный все выполнить, потому что у меня постоянно там то замечали меня, то что-то еще такое. Ну, короче, не знаю, настолько было кривое, что я думал, что вроде ты соответствуешь современным реальным, а в то же время ты очень древний. Я такой, ну, сорян, пацаны, я тебе серию шанса не дам, потому что я не люблю начинать серии, когда где-то середина там, условно говоря. И к тому же у меня из игр есть только первый, третий, и все. Но у тебя самые худшие серии, которые считаются людьми самим худшим, и вот они у тебя есть как раз. У тебя только в Unity нет, чтобы вот завершить имбират. А Brotherhood? Brotherhood, но... А Liberation, Liberation, Liberation. Liberation, спин-офф. А там, ты сейчас сказал, блин, то есть, если ты не скажу, вот эти Chronicles, это тоже не будет. Chronicles, это вообще другого рода игры, это двумерный платформер. Ну, они тоже параши говорят. Ну, они там просто вот пришли к какому-нибудь к Вебеку, я не знаю точно, кто выпускал, но я посмотрел, кто и разрабатывал, вернее, но я посмотрел, и такое ощущение очень вызвало сильное, что отдали Клэбеку на разработку в Юбисофт Клэбеку. Сейчас, что-то окажется, там геймлофт какой-нибудь. Может, даже геймлофт. Может быть, Юбисофт Шанхай, но нет, Шанхай вроде бы они сейчас как-то побольше. Слушай, это Шанхай, по-моему, кстати. Ну, неважно, суть в том, что вот отдали не Монреалю. Отдали не Монреалю, потому что Монреал был занят, собственно говоря, апельсинами. Монреал сделал апельсины. Апельсины больше напоминают теперь Ведьмака, чем, собственно говоря, предыдущих Ассасинов. То есть, особенно забираться даже никуда незачем. То есть, там есть пирамиды, есть обелиски, но толку на них забираться особо не будет. Ой, слушай, зря мы про Хроникал вспомнили. Знаешь, кто их делал? Кто? Клаймакс. Вообще, отлично. Отлично, это просто... Ой, слушай. Мне кажется, вот эти позорники, они просто вот такое слово параши и слово клаймакс, синонимы просто, ну, как они вот, они вот в любой говно встревают, вот. Они не виноваты, поверь. Топовая фирма, просто, ну, почему они не виноваты, извини. А, почему они не виноваты? Сейчас я хочу просто посмотреть эту вещь, мне надо просто... Они делали Silent Hill Origins. Я знаю, что они делали. Shattered Memories. У меня просто есть тезис, мне нужно тезис посмотреть, клаймакс групп, да, А, к сожалению, тезис не угадался, или это не тот клаймакс, клаймакс интертеймент, наверное. Открою через... Через еду. Просто, понимаешь, есть клаймакс интертеймент, клаймакс студиос и есть клаймакс групп. Это все разработчики видеоигр. А, ну, они все равно там же, но нет. Тогда они виноваты, потому что они британцы. Они виноваты, они британцы и, собственно... Клаймакс группу студиос это одно и то же все равно, кстати. Ну, вот, вещь оказалась какая-то. Я, что могу сказать? Ну, делают они видеоигры, если мы возвращаемся к Assassin's Creed. Assassin's Creed. В общем, что сделали с Assassin's Creed его ведьмачили. Он теперь Ведьмак 3, он теперь Horizon, Zero Dawn. Вот, в принципе, все, что можно сказать. уточнил правильно, да, в нужный момент. Потому что я опять про машины свои, да. Ну да, у тебя опять понеслись перед газами. Да, я тут первую часть взял, просто отлично зашло. Слушай, Ведьмак это классно, значит. Ну, Ведьмак это, в принципе, неплохо, да, но потом мы приезжаем к тому, что с Ведьмаками надо быть осторожны. Не каждая студия это СД Проект. Или это такой Ведьмак для, Ведьмак Курильщика? Не то, что Ведьмак Курильщика, а вот просто те вещи, которые нормально смотрелись в игре, которые позиционируют себя как РПГ, да, они как-то очень-очень плохо смотрятся в таком вот как бы экшен-адвенчур, такое именно реально приключение на кончиках пальцев, которое тебя не выморачивает дрочами. А вот апельсины, они вот как раз они вот по сути похоже полностью продрочь, потому что у тебя есть лут, он может быть и рэр, там редкости разные, то есть рэр, легендарь, вот это вот все параша, лотбоксы там есть тоже, чтобы вот, лотбоксы, ну все понятно. Там можно переводить валюту настоящую в ненастоящую, но лотбоксы можно. Хрен его знает. Жаль. Но это надо у Юплея узнавать можно или нет. Но суть в том, что там вот полный комплект и самое мое любимое, что вообще меня всегда радует безумно, когда вот это делают и что, ну что ладно, в Ведьмаке можно закрыть на это глаза, потому что это РПГ. В Assassin's Creed апельсинки есть цифры. Цифры там везде. Есть цифры, от которых не спрятаться, не скрыться, они переходят все границы. Потому что вот у тебя есть цифра, которая постоянно висит у тебя на экране. Эта цифра это твой уровень. Вот у тебя есть уровень. У этого уровня например 7. Ты идешь по этому чудесному миру, чудесно реализован Египет, в суде, потому что я видел действительно очень красиво все, географически опять же все слишком призвано. Пустыня может выглядеть красиво, извини, после рекорда у меня немножко тик на пустыне. Там как раз таки не только пустыня, в том-то и дело, что там пустыня это как бы довольно маленький регион, ну там не маленький регион, но пустыня это регион того, что происходит. Там как бы много что происходит в Александрии, Александрия просто там красиво очень сделано все. Лично помню вот Александрию в те времена так отлично выглядела. Вообще-то топчик, я помню, с пацанами сидел. Ну ладно, неважно. Так вот. Переборщик, вот так натужно, вот знаешь, прям пошутить хотел, прям так очень натужно. Хорошо, да. Я или ты хотел пошутить? Ты пошутил, правильно, с пацанами, это очень натужная шутка была. Ладно, если что выразишь, а можешь даже не вырезать и выставить меня дебилом. Ну неважно, идешь ты по этой несчастной Александрии, красивой, и вдруг ты видишь, идут солдаты, да, и ты такой думаешь, ммм, солдаты, я же тут как бы ренегат, весь такой суперубийца, пойду убивать. Подходишь к ним. И тебя убивают самого. Не, ну ты видишь, ну ты видишь, да, ты подходишь к ним и видишь у них над головами цифры 6 и 7. И ты такой, ну моя цифра 7 тоже, да, значит нормас, я тогда их могу с одного удара убить, я могу их там, если в бой пойдет именно активный, когда они мечи достанут, то я смогу их победить, все нормально, да. И ты такой как бы думаешь, ну все хорошо, я вот так вот буду ходить, убиваешь, убиваешь этих двоих, да. Потом проходишь пару метров и видишь, какой-то как бы двор есть, да. И там ходят другие солдаты. Они выглядят абсолютно точно так же, как те же солдаты, но у них цифры над головами 20 и 21. Ну и такой как бы думаешь, ну ладно, я сейчас подкрадусь, типа застолсую. Ты застолсуешь, подходишь к одному и делаешь как бы анимацию, ну и типа давай, типа как бы вот сейчас я его в кусты запрячу и своим клинком, как это всегда положено в ассасинской форте. А он не умирает, потому что у тебя седьмой, а у него 21. А у тебя седьмой, а у него 21. Ты его получается делаешь штык, он твою руку хватает, останавливает, у него символическое количество хп падает, то есть там совсем чуть-чуть, реально вот, ну, как скажем, один пиксель хп падает, и он только поворачивается и говорит, а что ты тут делаешь? Достаю от меч. И ты такой как бы, лол, окей, мне надо пойти набрать уровни, которые я, скорее всего, могу покупать за реальную валюту только у нас, у Ubisoft, пожалуйста, смотрите, вы можете покупать уровни, потому что мы можем сократить ваше время на гринд. Мы такие вежливые люди, что мы позволяем сократить время на гринд. Не правда ли мы молодцы? Ну и вот, в принципе, ассасин апельсин, не важно, что там хороший Египет, насколько он реализован, не важно, какой там сюжет, для меня уже, в принципе, все достаточно этого. То есть, это, знаешь, вроде как, мы сделали хорошо, и мы этим хорошо сделали плохо. Ну как? Ваша линейная дроча за, не знаю, часов с 20, да, и гринд, оно у вас теперь стало обязательно. Вот я сейчас в Mad Max играю, да? Mad Max, давай, давай. Mad Max, да? В Mad Max, вот. Слушай, вот знаешь, ты вот просто любишь вот собирать и обмазываться и Mad Max это вот такой же пример, давайте не надо. Mad Max, Mad Max, он просто вот чистый пример вот этого, да? Вот именно у тебя есть много всяких лагерей, которые надо пойти и обчистить. Вот, в принципе, вся игра. Макса интересует единственный вопрос вообще, ну, по канону сериала. Макса интересует один вопрос, на самом деле, глубоко, только один, где бензин. Вот эти вот собственные игры, вот все они, Ассасины, Far Cry, вот то, что Ubisoft-овский Open World популяризировал. Это, по сути, один очень длинный, растянутый, на часов 40 вопрос, где бензин? В Максе хотя бы все честно. Только ты собираешь не бензин, а всякую парашу, типа, там, собирать перья, там, поженку, там, не важно даже, что именно, как по сюжету ты идешь, что собираешь, да, ты именно ходишь, убиваешь людей, расчищаешь лагеря, все, что ты делаешь. Вот так же и Макс, металлолом. Вышки, да, то есть? Ну, вышки, вышки, лагеря, сейчас они на лагеря перешли, раньше у них были вышки, да, которые открывают тебе миссии и всякое там, что можно делать пока-то. Сейчас у них лагеря, модное дело теперь стало, ты видишь, что вот появлялся какой-то энкэмпмент, или что-то, место какое-то, где ходят враги, ты их всех убиваешь, этих врагов, добиваешься до определенной точки, и ты этот лагерь освободил. Что это значит? Тяжело понять, в зависимости от игры, потому что это может означать разное. В Assassin's Creed был ебутейший, абсолютно не побоюсь этого слова, это было оформлено очень тупым образом, потому что там главный герой освобождал от британских захват, ну, не захватчиков, а властителей земель, так скажем, потому что действия происходят в американских колониях, он освобождал от британцев вот эти вот лагеря, да, и возводил над ними флаг колоний американских, которые еще не оформились, которые еще не существуют. Ну, там, Третий Assassin, это вообще чудо, потому что ты там играешь за индейца, да, ты играешь вроде бы, если ничего, за Мохока. Я защищаю американские колонии, которых еще нет, но я, правда, индейец, и... Там много чего такого. Одна сцена, вот достаточно одну сцену посмотреть Третьим Assassin, чтобы понять, что, вау, ты состроешь. Выходит индейец из кустов, да, вот гипотетическая ситуация. Он выходит, реально, ты вот выходишь из кустов на дорогу, да, на дороге стоит торговец. Торговец этот самый берет и такой, как бы, к тебе говорит, о, привет, да, типа, подходи сюда, индейцу, опять же, вот, в те времена. Ну, ладно, окей, хорошо, игра условности, может быть, он не видит, что я Чироки, или Хмокок, или какого я племени есть, сейчас неплохо помню. Ну, не суть. Я подхожу к нему, и он мне предлагает торговаться. Я там бобров поубивал, и я ему могу шкурки бобров подавать, попродавать, да? И я такой говорю, ну, давай, ладно, открываем, открываем это меню, смотрим. Я продаю ему бобров, каждых, если я не ошибаюсь, приблизительно за 2000 фунтов стерлинга. Вот каждую. Суть в том, что в те времена корабль купить стоило 800 фунтов стерлинга. Такую же ситуацию мы, кстати, можем наблюдать в Ассасине Апельсине, потому что, к сожалению, у нас не на так много данных по поводу того, как именно коммерция проходила в те времена, но я что-то сомневаюсь, что все ходили с кошельками, заполненными тремя тысячами монет. Вот у меня почему-то такое вот сомнение легкое есть по этому поводу. Слушай, ну ладно, хорош, мы просто начинаем куесосить, прости господи, Юбисофт, да? Я на самом деле хочу отчасти, притом, что я не играл в Синскрид, играть в него не буду. Мишка позащищает на самом деле эту компанию. Давай, давай. Потому что на самом деле по-хорошему мне сейчас должно закидать, конечно, дерьмо. Весенчий момент. Просто если внимательно посмотреть на портфолио, которое есть у Юбисофт, то у них есть несколько серий, которые они доят прям как коровы полнейшие, но в то же время они как бы стараются свои вот эти игры расширять в сторонку постоянные и даже экспериментировать, понимая, что это вредит к каким-то потерям. То есть надо понять, да, Assassin's Creed это та серия, в которой они пытаются вводить новые механики очень постепенно, потому что аудитория привыкла к тому, что есть. они дали себе время, они смотрели видимо К3, ввели его в механике, но как ты понимаешь, видимо, получилось уж с ежом и видимо не очень. Отчасти, возможно, это и хорошо. Посмотрим, я не аудитория Assassin's Creed и не могу судить так. Есть раз, где я сказал, что вот это действительно заметно было, вот единственное на моем опыте, что я могу сказать, это с тем, что в тройке они ввели корабельный бой, который им как раз Ubisoft Shanghai разрабатывал. И потом сделали после этого четверку, которая в гораздо большей степени посвящена, собственно говоря, пиратству и корабельным боям, и всему этому. И сейчас они делают мультиплеерную вот эту вот фигню, которую на E3 анонсировали, я не помню, как она называется, тоже именно про пиратов на похоже том в движке. Ну смотри, в общем, есть Far Cry, четвертая часть, блин, вообще, копирка была третьей, всем все нормально было, Прайма, ну ладно, это типа спин-о, пятая, блин, слушай, ты же видел сеттинг, мне даже понравилось, я понимаю, что я в это играть не буду, но сеттинг отличный, они постарались. Чем это не копирка четверки? Блин, ну там карта даже та же самая, ну блин, тут смысл в том, что религиозная тематика, это как бы все равно такая вот хорошая подача, не знаю, мне понравилась, я как бы в пятую даже я хочу поиграть, я конечно брошу любым, но типа конечно пробовать не буду, ну ты понял, они смогли пытаться подать новую идею. Я не думаю, что Саус Парк, это экспериментальная тема, Ghost Recon Wildlands, ладно, это пора шее трогать не буду. Саус Парк, они подхватили утечки, и собственно говоря, Саус Парк, это в первую очередь Мэтт Паркер и Трей, я забыл, как это зовут, я не буду даже вспоминать, это именно их движуха, это именно они придумали сделать именно РПГ, и потом РПГ, это кто разрабатывал, правильно, обсидиан, то есть не так-то сильно Ubisoft там и при... Я бы говорил про Fractured Blood Hole. Все равно обсидиан разрабатываете? Нет, его делает Ubisoft своими семьями. Уже точно? Сан-Франциско, Сан-Франциско. А, все равно... Она вышла 17 октября, 10 дней назад, говорят по оценкам, но чуть хуже, чем предыдущая часть. Ну, все равно это на... Упираясь на опыт, который... Да, да. Skull & Bones, копирка, по сути, сделала того же самого Sea of Twifts, которое делает Microsoft. Они выпустили недавно Инди от Омега, они выпустили для VR полноценную игру Eagle Fly, они продолжают доить одновременно экспериментально одновременно суперлинейную джаз-дэнс, которую мне очень нравится. For Honor, суперинтересная реализация какого-то, я не знаю, но это что, как можно назвать этот битэмап одновременно мультиплеерный файтинг, не знаю, как назвать можно. Его много кто обосрал, но мне кажется, это интересная реализация. Никто такого подобного не делал раньше. Ну, делали. Steep, опять же, то же самое. Давно я делал масштабные спортивные игры. Мне это неинтересно, но, блин, они пытаются, они делают новинки какие-то, grow up, опять же. И без шуток, да, то есть, я скажу, сказал бы так, два Leonhardts, опять же, еще даже свой помню. Crew, они, опять же, они посмотрели на Horizon, они посмотрели на Test Drive Unlimited, они посмотрели на всю карту США, они такие, окей, у нас тут есть какие-то возможности, давайте попытаемся сделать. Они не забыли про Mighty Magic 10, они, конечно, сделали супер параши, прям хуже некуда, но они вот как-то так вот пытаются и у них очень разный, собственно, есть список IP, которые они реализовывают, и это не электронная карта, у которой есть Battlefield, там, давайте, там, запустят еще FIFA, кучу спортивных симуляторов, там, давайте, присобачим туда Titanfall, там, Sims, и все, нам нормально. Они редко, когда делают какие-то изменения, дополнительные игрушки, им все и так ровно. Или, там, колда, та же самая, давайте, скажем честно, да, я понимаю, но Ubisoft старается, по-своему, это, конечно, французская компания, а мы знаем, какие могут быть французские компании, мы в этих сортах разбираемся, ну, это не та проблема, что они французские компании, а проблема в том, что из крупных, конечно, таких компаний, они самое, меньше зло. Да, но они все равно зло, это не меняет того факта. Ну, почему ты сразу такой, что-то? Ну, Beyond Guten Tull, Evil 2, ну, что ты, мешаю, не цель. Реймон, Реймон, и Марио Рэббитс, вот тебе, вот, пример. Знаешь что, я терпеть не могу Реймона, и я нейтрально отношусь к Beyond Guten Tull. Вот теперь, когда ты боялся, что все начнут тебя поливать говном, вот ты не понимал, с кем ты подкаст мне сейчас пишешь. Два хейтера, слушай, Beyond Guten Tull, ну, хорош, камон, я два раза его прошел, он отличный просто. Я прошел его один раз. Жесть шикарная просто. Да, палка, реально, кусок дерева. Ходячий. Джейд или ее палка? Нет, нет, сама, 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 сама Джейд, это кусок дерева, который на спине тащит кусок дерева. Ну, окей, блин. Короче, ладно, давайте перейдем к другой компании, которая тоже, на самом деле, мы можем вернуться к Марио, или нет? А, ну, а что, вот, как мы можем вернуться к Марио? Что мы можем сказать про Ассина? В Марио нет цифр над головами врагов и над твоей головой. Это по умолчанию делает Марио гораздо лучше в моем понимании. Слушай, он, блин, это толстый итальянский водопроводчик, который почему-то не стареет, и почему-то который очень жирный, и почему-то мне не хочется ассоциировать тебе с жирным итальянским водопроводчиком. Так никто не требует тебя ассоциировать. Это антипод, мне не нравится за него играть. Это противно. Понимаешь? То есть, когда ты говоришь, сделай бочку, да, это прикольно звучит, это, типа, смешно. Там, типа, Алинк тоже прикольно, ты там, типа, принцессу идешь спасать очередную, там, да? Ты же спасаешь Зельду? Да, ты спасаешь Зельду. Не, ну, периодически ты спасаешь Зельду, да, бывает. Ну, да, в легенде Зельды ты спасаешь Зельду. В легенде Зельды, да. Ну, вот, окей, типа, за Линкой можно себя ассоциировать, но, блин, когда ты играешь в Марио, тебя вот трясет просто, я не хочу играть за это дерьмо, не хочу просто, а у них вся вселенная Нинтендо строится вокруг этого журнала, дебила. Ну, и я такой, нет, спасибо, спасибо, нет. Всяко лучше, чем мышь. Всяко, всяко лучше, чем мышь. В смысле, Микки Маус. ой, то есть, представь себе, представь себе, я не понимаю, как можно строить свою вселенную кампании вокруг персонажа какого-то такого узкоспециализированного, что тут водопроводчик, что тут мышь, нет, ёжик, это, конечно, круто, слушай. Но Sega не строила себя вокруг Sonic'a. Sega существовала довольно долго, довольно долго без Sonic'a, и Sonic как бы её, Sonic ушёл с центра, приблизительно, когда вот Sega Mega Drive закончилась. Ну, давай скажем честно, даже в принципе, сейчас, наверное, Sonic не является такой супер ключевой франшизой, Sega, они там сейчас вот купили, компания, которая делала Endless Space, да, у них сейчас развивается Total War хорошо, и мне кажется... На ПК-рынке, да, Creative Assembly их тащит, потом, что у них ещё есть? Своего собственного производства, что у них? Сейчас Yakudza, которая Ryuga Gotoku... Вот Yakudza, слушай, отлично Yakudza продаёт спасение, они там начали перевыпускать все части, по-моему, сумели наконец успешно принести эту серию на Запад, потому что раньше она только в Японии была популярна, сейчас вот как бы она начала жить, свести и пахнуть на Западе тоже. И внезапно все вдруг стали говорить, да, 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 я знал ту серию, да, она такая культовая, я тоже хочу в неё переиграть, при том, что в реальности такая, слушайте, пацаны, что это за серия, я не знаю, все говорят, что она хорошая. Вот я честно, как будто бы прям из ниоткуда вдруг появилась серия, в которой до хрена уже частей. Да, там много. Такой, ну, прям, мне кажется, такое лютое лицемерие, прям, все-таки сразу эстет стали японской культурой, ужасно. Yakudza 0 вышла, а ты же тут рассказывал нам в предыдущем подкасте про то, как тебе нравится эстетика 80-х, Yakudza 0 как раз действие происходит в Японии 80-х. Это же бурятская игра. Она бурятская игра. например, все, все, вжигаем синюю пламенью. Не обязательно быть бурятской игрой, чтобы быть пробурятов, например, возьми спящих песиков, Sleeping Dogs, Гонконг, правда, там поздние 2000-е. Честно, Sleeping Dogs я хочу поиграть, но это игра в открытом мире, а нет, это игра в открытом мире, правильно ли я тебя понимаю? С открытым миром плохо все, я буду долго играть, я не могу так. Ну, справедливости ради, Спящие псы, Sleeping Dogs, это в принципе... Пески, пески, а собачки. Собачки, да. А это одна из немногих игр, вот, жанра, где бензин, которая мне понравилась, и которую я закончил, по крайней мере. То есть, гринт один, это сплошная, я думаю. Не, она не сплошная гринт, там, на самом деле, как бы, в меру интересный сюжет был. То есть, там действительно персонаж, у которого, как бы, есть основания вести себя, с одной стороны, как скотина, а с другой не вести. То есть, традиционно, когда у тебя где бензин, ты скотина. Вот Мэд Макс по этому поводу довольно четко высказался. Он всех, он всех бьет, его интересует только, где бензин. Там, или, скажем, в GTA-шках, да, персонажа, ну, там, понятно, они все, с моральной точки зрения, как, с позиции именно героизма, там, нечего говорить даже. А вот в Слиппин Догс, там, как бы, персонаж, он, маленький спойлер с самого начала игры, он под прикрытием полицейский, который пытается, как бы, вывести триады на чистую воду. Он там копает под босса триад. И он может себя вести, собственно говоря, потому что сюжет это располагает к этому очень сильно, он может себя вести так, как будто он триадовец и, типа, пойти на темную сторону силы, а может вести себя, как все-таки коп и все равно оставаться копом. Суть в том, что у него все равно сюжет приведет к тому моменту, где он точно сам для себя определить не может, на какие, на какую позицию, на какой позиции он сейчас. То есть он, как бы, двумя ногами по сторону закона стоит, по разной стороне закона. А я почему-то подумал, что ты наоборот скажешь, типа, вне зависимости от того, что в какую сторону ты будешь там крутить, вертеть свою сюжетную линию, включиться какой-то скрип сценарный, и ты пойдешь по одной ветке, как в Фаренгете, когда в любом случае полицейский видит тебя в парке и все. И линия идет. Честно, я не могу сказать тебе там один эндинг или два, я не помню просто. Я помню, что я получил тот эндинг, который мне показался вейшену правильный, и я как бы после этого спокойно, с часы совести игру отложил. Там боевая система тоже неплохая и интересная. Она напоминает чуть-чуть Бэтмена, но более традиционная. То есть там именно у персонажа есть комбо. Он именно комбо делает. Он не просто как Бэтмен бьет, из рандомного пулу анимация выбирает, как он ударит, а именно вот как бы там какая-то механическая более-менее глубина есть. Напоминает, кстати, очень сильно боевая система, боевую систему в Мэдмаксе, если еще задуматься и так до себя понял. Ой, бросай это дерьмо. Че тебе так сильно не нравится Мэдмакс? Мне кажется, с ним все очень плохо. Он чистый, несмотря на то, сколько Warner Brothers говна там, потому что Warner Brothers, если мы говорим про плохие корпорации, это Оу, бейби! Warner Brothers Games это как бы ух, ух, ах, фаталити за денежку получил. Покупи, купи, купи нам. Ну вот, хорошая компания. И несмотря на то, все вот это, что там было партнерство с Рэдбулом, или не с Рэдбулом, с каким-то энергетическим напитком. Партнерство. Кажется, с монстром. Монстром, который энергетический напиток там можно было предзаказать и получить специальную машину, которая сделанная как First Cutter, или как-то так называлось, Жаждаубиватель. В общем, чудесно все абсолютно в этом плане. Но игра сама по себе довольно, знаешь как, чистая. Как вот помнишь Кейн и Линч? Кейн и Линч был, два мудака стреляют. That's the game. Да. Ну вот, Мед Макс, это чистый, где-нибудь... Надо первую часть пройти. Первую часть, к сожалению, там онлайн очень тяжело прикрутить сейчас из-за того, что геймс про Windows Live. И я знаю, как его сделать. Ну там надо кастыри прикручивать. Ну если что, короче, попробуем. Первая часть интересная. Три часа, я думаю, быстренько пройти можно будет. Не, первая часть не три часа, первая часть гораздо длиннее, чем вторая. Длиннее? Первая часть гораздо длиннее, чем вторая. Вторая часть вот реально за один вечер проходится, и в этом ее тоже как бы прелесть. Так я с тобой удивился, когда мы прошли. Я думал, что это все, что ли? Ну серьезно, настолько быстро было. Я не успел испугаться даже. Первая часть на 8-9 где-то будет. Так что. Ну, пятничка. И вот говоря про игры, где надо стрелять из огнестрельного оружия в современной Америке, ну или не совсем современной, сегодня также выходит Wolfenstein очень странно нумерованный 2. Новый колосс. The New Colossus. И здесь мы как раз... Я объясню тебе могу, почему, объясню, почему сразу так странно нумерован, потому что как бы маркетологам было понятно, что нужно донести до покупателей сильно большую разницу между первой частью, то есть New Order и второй частью, чтобы как бы у нас есть разительные изменения, купите, пожалуйста, ее, мы типа постарались. И это, ну как бы... Типичный случай, когда франчайз запускается, перезарождается, переделывается. Просто еще был Wolfenstein The Old Blood между ними, который был как стендалон экспансион, поэтому тоже какие-то вопросы могли возникнуть. Поэтому они решили просто назвать его 2. Просто игр под названием Wolfenstein сейчас получается 4. Ты еще самый старый Wolfenstein, наверное. То я про него думаю. Не-не-не-не-не-не-не, есть еще очень старый Wolfenstein. Я про него и говорю. я про него говорю самый старый, самый первый Wolfenstein называется Castle Wolfenstein. А, Castle Wolfenstein. Нет, там есть Вольфенстейн 3D. Сейчас нет. По-моему, между... На Apple 2. На Apple 2 был Castle Wolfenstein и к нему есть сикл Return или как-то так называется. Да. Это стелс. Который двухмерный. Многие люди считают это первым стелсом. Да. Да, да. На черном экране ты бегаешь, он больше Берсерка напоминает, чем собственно стелс. Не того Берсерка, который Кентару мил. Короче, да. Castle Wolfenstein, Beyond Castle Wolfenstein, Wolfenstein 3D, Beyond, Beyond Destiny, потом Return to Castle Wolfenstein. Обожаю Return to Castle Wolfenstein. Два раза пробега. Офигительно. Я помню, знаешь, у меня какое-то было время просто в жизни, я там еще какой-то пацан был просто, да, я вот догонял Эртону Castle Wolfenstein, и я все моды, которые только нашел пиратские на дисках, я все просто прошел, такой, какая-то лютая дичь, просто с этим сюжетом, давайте мне ее, пожалуйста. И этот человек говорил, что он Quake 3 не любит. Да, понимаешь, что это, ну, хорош, Quake 3 и игры, которые на Quake 3, это другое дело, я обожаю Алису, да, но я не люблю Quake 3. Ну, так, если подумать, для шутеров это было, Quake 3 это было лучшее, что могло произойти, потому что тогда действительно повыходило очень много вот в период начала конца, начало середины 2000-х, вот он для шутеров такого плана был идеальным временем, потому что повыходило много таких шутеров на Quake 3. Как будто бы надо занести The Wolfenstein срочно, срочно занести, так, Quake 4 сейчас занести надо тоже, блин, вот так вот получается. Quake без скидки. Ну вот. Дальше, Falfinstein был 2009-го. Falfinstein 2009-го как раз был разработан компанией Raven, которая до этого вот очень часто работала с Идами и, собственно, много шутеров вот такого 2001-го года, типа Soldata Udachi, Soldier of Fortune, таких вот именно добрых, крепко сбитых шутеров они выпускали. Они также еще по Звездным Войнам делали Jedi Outcast, Jedi Knight, Jedi Knight, а не они, Jedi Knight первый делал Lucasfilm, LucasArts, а вот второй Jedi Outcast и Jedi Academy делали они. И после этого, собственно говоря, Вольфенштейн, который уже Machine Gun Games, Machine Head Games, Machine Gun Games, кажется, студия называется. Просто Machine Games. студия эта просто сделана ребятами, которые до этого работали на Starbreeze. Starbreeze тоже хорошая компания, делали интересные шутеры. Да, там генеральный директор компании, вроде бы он бывший Starbreeze. Да, кстати. All of Witcher were formerly came out from Starbreeze. Прикольно. Делали Хроники Риддика и Darkness. Какой Darkness? Первый, второй или оба? В первом зато можно полностью убить пересмешника посмотреть. Я вообще оба не сомневаюсь. Блин, ну хорошо, в общем, ну это такое говнище. А вот Хроники Риддика это хорошо торкнулся по-разному. Блин. Такое. Ну в общем, да, команда Machine Games, они, собственно, только и занимались только одними у Фринштейнами, Uniorder, Онблата и сейчас Николосус. Все знали о Николосусе уже как два года подряд, потому что нам были типа утечки, скорее всего, такие маркетинговые утечки. Я играл в Неордер, не играл в Волдблад, я не прошел Неордер, я правда прошел, ну где-то Палагин прошел, типа, окей. Все, у меня есть желание там, что я типа вот-вот пройду, но честно, у меня и со мне, что я это сделаю. Вот. И причина, знаешь, простая, он слишком старый. В этом была и отличительная черта. Я не шучу для того времени. Он как раз был один из первых шутеров ретро-ревайвала, так скажем. Он вышел до Дума, он вышел вроде приблизительно в одно время Shadow Warrior ремейком. Ну, я даже не могу этот Shadow Warrior толком ремейком называть, это как бы ребут Shadow Warrior был. И там у всех как раз было дело, что мы теперь как будто вернулись в 90-е или начала 2000-х. Ну, давайте объясню чему моменту. Что с ним не так? Он слишком быстрый и тебя слишком быстро убивают. Аптечки быстро кончаются и самая, наверное, ключевая проблема это, наверное, проблема движка. Он очень долго загружается. У меня SSD и он очень долго загружается. Мне больно загружать игру. Просто я не могу после смерти. baby! Мегатекстуры спасут индустрию, говорил Кармак. А потом его выгнали из безе с десанными тряпками. Нет, игра очень красивая. Она классно сделана. Мне очень понравилось. Но, блин, я не могу, если я умираю, играть в эту игру. Мне хочется рейдж квитнуть побыстрее просто. Потому что я ненавижу, когда я жду. И поэтому наоборот спасение будет это поставить напрямую SSD. на самом деле. Но она весит 50 гигов. А у меня 128 гигов весит SSD. Так что идите к черту. Веселая история есть по поводу того, как, например, прогружался Abduction. Последняя игра Science Games. Создатели не 100 оригинального. Которые на Kickstarter собирали. Чуваки нашли, что даже с SSD она грузится очень долго. Поэтому чуваки просто устанавливали ее напрямую в оперативу. А не оперативы из оперативы сделали виртуальный диск и на нее ставили и только тогда она нормально стала грузиться. Мы криворукие кодеры. Извините. Держите вот так. Слушай, а Wolfenstein нельзя купить стиме. Почему? Старые. Нет их. Какого именно хочешь купить? Return to Castle? Я купил Return to Castle, да. Return to Castle вроде нельзя, да. На Gogi посмотри. Слушай, не, не хочу. Не хочешь? Не. Ну, ты что как-то так горел? Не, не, все, сорян. В общем, да, слушай, опять же, можно сказать, что я почему-то хотел позащищать на фоне Ubisoft, да, но почему-то мне не хочется защищать. Ну, за что их защищать? Такой приходит тут Говард, мы можем залезть, вы можете залезть на эту гору. На самом деле нет. Платные моды держите. Слышь, купи Fallout 4. Мы, правда, тебе завезли непонятную систему, когда уровни врагов растут вместе с тобой. Я ненавижу, когда уровни врагов растут вместе со мной. так это во всех ее бифе за всех. Ненавижу, блин, тот Говард, уйди, уйди. Купи Скорим еще раз, купи Скорим в следующий раз, вот это точно и последний. Нет, подожди, это был не последний еще на Свич походь Скорим. Самое смешное, что я реально я не запускал Скорим ни разу. Ну вот, я не знаю, когда я буду у него играть когда-нибудь, наверное. Рассказать я про мой экспириенс Скорима. Виноват дворецкий? Не, ну я чуть-чуть запустил, там побегал, да, первый данжен, там типа все дела, отлично, сейчас пойду побегаю, сделаю все, квест решу, вообще буду молодец. Подбегаю и первый босс там в этом данжене. Тебе убиваю? Нет, в первом данжене это паук китайский, это босс. Я захожу в комнату с этим пауком и паук сверху падает с потолка, не меняя анимации, то есть вот просто, знаешь, как будто его задрагон-дропали и его так вот плавненько вниз опустили. Он так упал и на меня бежит. Я подбегаю, левым кликом его закликиваю, он меня бьет, он мне сносит пол в здоровье, я открываю меню, съедаю 150, ну не 150, ну сколько у меня там было с собой сыра, хлеба, всякого говна съедаю. Я так сделал в Fallout'ах. Ну и в общем какое-то время я стоял, его покликивал и он умер. И после этого я в принципе понял, что по сути всю игру я буду делать то же самое и я в принципе от Карима получил полный экспириенс, который мне надо было. Стой, стой, ты не играл в Oblivion или Fallout 3 или там Вегас? В Oblivion играл Fallout 3, я смотрел как играет мой сожитель в общаге. Сожитель? Я забыл как слово правильное сокамерник. Я не знаю какое слово это называется. Сокамерник! Просто ты фактически как я сказал слово сожитель и ты такой партнер сказал в именно плохом смысле. Ладно, хорошо сосед по комнате правильное вроде терминология. Вот сосед надо так сказать. Ну он просто ну не сосед, он жил со мной Сокамерник. Он жил со мной в одной комнате. Суть в том, что он проходил вместе этот. Он фалач. Он по фалачам старым угорал и фалач третий он поливал неимоверным говном. Я параллельно рядом сидел проходил Биошок и он говорил что Биошок больше фалачей напоминает чем это говно. Так и есть. Ну вот такое вот мнение было у человека. Я не застал его реакцию на Нью-Вегас. Нет, давайте так. Я прошел Нью-Вегас и это самый нормальный Элдер Ск роллс который я так понимаю что существует. Потому что он такой же сломанный с точки зрения игровой механики с точки зрения сеттинга сеттинга. И как бы игрового мира он самый адекватный. А третий играешь в Fallout такой ну ты уже и сюжет на говно стал резко ну хоть у тебя сеттинг старый остался от первых двух фалачей и там плюс-минус через блевотинг как-то еще можно играть. четвертая часть там уже вообще ничего не осталось там экшон ну ты бешеный какой-то прям не знаю и там вообще там типа поселением требуется помощь. В том мне кажется что в Bethesda не надо было быть суперкруппным девелопмент хаузом типа да издателем параллельно. Это не только что недавно вы издали получается Zinimax чисто технически издал Devil V2 ну вот закроют компанию потому что там супер маленькие продажи как я тебе собственно и обещал то есть всего ничего там сто тысяч копий проданы пк понимаешь сто тысяч копий а продано второго первая часть продалась 700 тысяч копий ну это ты говоришь когда сколько она продавалась сколько раз она на скидках была это очень мало первая часть а вторая часть сто тысяч ну это реально тоже это ничего для нишевого продукта это нормально. Для ААА проекта? Я не уверен, что он ААА в том-то и дело. Я не уверен, что у него огромнейший бюджет был. Мне кажется, что там что-то ближе как раз к тому, что мы назвали дабл в свое время АА. Или как это называлось, средняя класса игра. Я тебя уверен, это ААА продукт, это супер, залетели на бабло, и тебе могу сказать честно, что скорее всего, они сейчас там допили DLC, там, или что обещано, и мне кажется, через полгода мы услышим, что там, где Gameworks будет закрыта. Ну, что поделать, такова судьба, таков порядок мира. Мы выпускаем... Единственное исключение. Которая средняя вызвала отзывы на начале, потом мы выпускаем вторую игру, и ее никто не покупает. Watch Dogs, Dishonored, что у нас еще из-за такого было? Division. Ну, Division вторая игра не планируется, насколько я даже понял. Ну да. Именно сиквелы по-выходили. Titanfall, собственно говоря. Ну, вот именно где сиквелы вышли, и сиквелы продались. Ну, сиквел... Нет, за крю, понимаешь, серьезно. В смысле... А, типа нельзя судить, что игру, по которой она не вышла, да? Ну да. Ну, просто заранее храню за крю. Мы говорим просто, что критические отзывы были, критики отзывались о всех вот этих вот сиквелах гораздо лучше, чем они отзывались о первых частях, да? Но продались все эти сиквелы все равно гораздо лучше, чем в первых частях. Слушай, внезапно, опять же, в защиту Ubisoft я снова всуну свое вот это зомби-ю. Зомби-ю, блин, не прощу вот никому вот... Не прощу Nintendo в первую очередь зомби-ю. Блин, классно сделано. Классно выглядит. Засрато. Нинтендо. Ну ты же видел Ubisoft Гроид? М? Ну зомби-ю ты видел. Зомби-ю я видел, но это зомби. Я зомби видел много в своей жизни. Я не знаю. Меня не привлекает возможность смотреть на геймпад вью. Ну в этом у себя и суть как раз. Что ты не можешь ничего видеть. Да, я понимаю. Да, да, да. И мне не нравится, что там типа как бы претензия на роглайк. Я считаю, что это все клоунады бессмысленные. Но эй. Кому как. В принципе я сильных эмоций просто по поводу зомби-ю не испытываю. Она есть, хорошо. Кому-то может это нравится как раз. Кто-то может на ПК в нее не играть. Кому-то тоже. На ПК в нее точно никто не играет. Ну в общем, да, собственно, что я могу сказать. У меня больше как-то рассказать толкнуто и нечего. Марио фигня. Ассасины фигня. В Оффенштейн 2 мы ничего не сказали. Но я, к сожалению, из-за этого думаю, что он будет классный по своей механике. Точнее, механикам он будет плохой. Сюжет он будет классный. Стилистический он будет просто шикарен. Продастся он плохо. Думаешь все-таки, что продаться плохо? Я думал, плохо он будет продаваться, потому что это старая школа. Народ любит Call of Duty. И понимаете, что прикол сейчас? Это сюжетная игра. Сингловая. Вот извини, я читал опять же комменты на одном сайте, на котором сижу постоянно. Ты такой, ну а зачем мне это надо? Я скачаю, пройду и удалю. Алё, чё, зачем мне платить? Зачем мне покупать? Всё. Логика простая. Ещё куча времени такое, что ты делаешь либо игру-сервис, либо мультиплеер. Но это уже совсем другая история. Ну, просто он вышел ещё параллельно двум другим синглплеер-онли-экспириенсам. То есть и Ассасин, и Марио в принципе. Тоже синглплеер. Все занесут Марио, Ассасин, он вроде Юплей, и там вроде как проблем с пиратством не будет, а Бетхезда не умеет. Не, ну тут даже вопрос не в том, что пиратить, а вопрос в том, что на комсоре кто будет покупать? Ну, может быть, знаешь, этот брендинг Майкрософт спасёт Ассасина. А никто не брендит Уфенштейн. И к тому же яркая политическая направленность нацисты там, негатив. Какой-то поляк всех убивали. Дожили до того, что в 2017 году какой-то негатив нацисты. Фу, что такое? Я как-то читал такой, типа, отзывы в Твиттере, мол, что, мол, типа, настолько уже крыши есть, мол, типа, ой, у вас плохая игра, потому что вы говорите против нацизма, а это, типа, политически некорректно. Я такой, что-то-то-то-то-то-то-то. Ты понимаешь, неонацисты возмущаются, что их политически притесняют, как феминистки. Неонацисты, они, в принципе, только умеют, что возмущаться. Ничего удивительного здесь нет. Нацистов притесняют. Это звучит, ну, эй, наша свобода слова, мы-мы-мы-мы-мы-мы. Это странно, это странно. Это 2017-й, детка. 2К17, да. Ну, в общем, да, ребята, покупайте хорошие игры, заносите за сингловый экспириенс, слушайте маму, кушайте кашу, не переедайте на ночь, занимайтесь спортом, любите своих девушек. И Марио. Партнёров. И Марио. С вами был Артур Бакиров. И Анатолий Кузнецов. До следующей недели. Пока-пока. Всего доброго. С вами был Артур Бакиров. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...